В Москве открылась российская агропромышленная выставка «Золотая осень», 21-я по счету. О главных достижениях отечественных аграриев Юлия Важенина и Андрей Шоклев. Инновационные проекты, современные технологии, региональные продуктовые бренды. В течение четырех дней представители аграрного сообщества страны представят все самое интересное и важное в отрасли. На выставку приехали около полутора тысяч компаний. Экспозиция и деловая программа выставки с каждым годом становятся все более и более насыщенной. Мы говорим не только о достижениях, таких как фактическое обеспечение продовольственной безопасности страны, но и о новых проектах, о приоритетах. Мы, безусловно, будем оказывать поддержку агропромышленному комплексу и дальше. Тем более, что нам предстоит еще многое сделать, чтобы сельское хозяйство в нашей стране стало высокотехнологичным, продуктивным и, конечно, конкурентоспособным. С самого начала «Золотая осень» – это не только выставка достижений сельхозтоваропроизводителей, но и деловая площадка. Здесь обсуждаются главные проблемы отрасли и пути их решения, выстраиваются эффективные бизнес-коммуникации. Особое внимание в этом году уделили так называемому «зеленому» бренду, и это не случайно. Потребители чаще стали покупать экологически чистые продукты. Их популярность выросла в разы. «Зеленый бренд» позволяет нам сделать очередной шаг вперед. В последние годы, как и Дмитрий Анатольевич сказал, как и Алексей Васильевич сказал, экология производства, экология питания, жизни в целом – это один из основных трендов в обществе. По мнению экспертов, в рамках работы с экологически чистой продукцией, с органической продукцией, с «зеленым брендом», Россия может претендовать на минимум 10% всего мирового рынка. «Золотая осень» вызывает большую интерес у зарубежных производителей. Наряду с 50 регионами страны в форуме принимают участие представители Австрии, Ирландии, Великобритании – всего 17 государств. Экспозиция Чувашской республики сразу привлекает внимание, чего стоят только цыплята агрохолдинга «Юрма». Молочная продукция из ядрина, сладости оконда, минеральная вода, букеты чуваши и деликатесы ведущих мясокомбинатов республики и крестьянско-фермерских хозяйств. Мы Чувашская республика на общем фоне уже выглядим неплохо. У нас продукция уже улучшена в экологическом качестве. В целом в этом направлении у нас большие перспективы и около 10-15% экспорта продукции до 2024 года планируется уже до 2024 года начать экспортировать именно продукцию экологическую чистую, ну то есть улучшенного качества. В рамках выставки проходят специализированные конкурсы. От нашей республики за медали в 70 номинациях поборются почти 40 предприятий. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Москва, Республика.